Для полузащитников Ульяновской Волги, братьев Рахмановых, Дмитрия и Дениса, Международный день футбола насыщенный. Сначала на родном стадионе труд церемония награждения. Губернатор Сергей Морозов по случаю большого праздника вручает им благодарственные письма. А всего через час у братьев ответственная игра. В составе мини-футбольного клуба «Погода в доме» они выходят биться против чемпиона Ульяновска, клуба «Платон». На кону первого в истории суперкубок региона. И мы это сегодня то же самое докажем, что мы хорошие футболисты, что мы лучшая команда в этом городе. Друг за друга сегодня надо биться. Прогрызть каждый сантиметр этого поля. Мать чемпиона области и чемпиона города – своеобразная бишенка на торте в рамках празднования Международного дня футбола. Поединок собрал практически всех звезд региональной игры номер один. Например, кроме братьев Рахмановых, Зульяновскую Вогу, в разные годы выступали братья Злыдаревы Андрей и Виктор, Диис Клопков, Равиль Исупов, а голкипер «Платон» Андрей Сейкин ныне защищает ворота Димитроградской лады. Ну, это в любом случае значимая игра. Это трофей, это суперкубок. Надо было выявить сильнейшего. Это был очень важный матч. Первый тайм получился очень упорным. Порой создавалось впечатление, что команды ждали ошибок соперника. Чемпион Ульяновска «Платон» больше проявил терпение. После безупречного прессинга Игорь Ахмедшин оказался с мячом в ворот погоды. И с обороны соперник разобрался одним финтом и безупречным ударом под перекладину. Чемпион области ответил натиском, который продолжался почти весь второй тайм. Но Сейкин до поры до времени играл безупречно, оставляя для своих партнеров лидерство в счете. Сейчас, получается, болел в это время, три недели. И вот первая игра получается. Одну тренировку перед этой игрой провел и сразу суперкубил. Поэтому тяжело было. И все же погода отыгралась. Это Денис Клопков пробил с дальней дистанции. Случился рикошет, после которого мяч буквально заполз в ворота Платона. Казалось, что желтый сень на фоне успеха дожмут соперника. Но Платон не сдался. Игорь Ахмедшин забился штрафного и снова вывел свою команду вперед. За три минуты до финального свистка погода пошла ва-банк, сменив вратаря на пятого полевого игрока. Фокус не удался. Юрий Абдулхаков, Сергей Ахмедшин, Георг Хачатрян умело били по пустым воротам. И принесли к Платону суперкубкую победу. 5-1. Счет, конечно, такой разгромный. Но я думаю, что мы не заслужили 5-1. В один мяч, может быть, должна была выиграть одна команда. Но мы как бы хотели отыграться и пропустили три гола в пустые ворота. Моменты у нас были, да, мы могли и больше забить, ну и они могли бы так же забить. У нас сегодня Сейкин здорово сыграл, в принципе, помог. Молодец. Так, ну где-то, может, мяч в два максимум. И так же весы могли и в их сторону прыгнуть спокойно. К церемонии закрытия матча подоспел и губернатор Сергей Морозов. Для начала он вручил ключи от новенького автобуса региональной детской футбольной школе. Подарок Всемирного дню футбола. А затем передал Суперкубок области в надежные руки футболистов Платона. Михаил Рассашанский. Новость Управда ТВ.